Огромное спасибо, Артём Александрович. И слово для следующего сообщения. Сифуэнтес Волчкова Сингерелла Александровна. Алексеевна. Ой, извините, Алексеевна, врач-ревматологического отделения, врач-ревматологического отделения, врач-ревматологического отделения. Глубокоуважаемые президенты, уважаемые коллеги, я бы хотела вам представить наш доклад на тему системная красная волчанка, серьезное осложнение серьезного лечения, тяжелая аллергическая реакция после использования циклофосфана и ретоксимаба. В данном случае мы рассматриваем вариант развития многоформной эксидуативной эритемы. Многоформная эксидуативная эритема – это острое развивающееся заболевание кожи, характеризующееся внезапным появлением симметричных фиксированных красных узелков, часть которых превращается в типичные или изредка атипичные узелковые мишеневидные элементы. У подавляющего большинства больных клинически многоформная эксидуативная эритема можно отличить от синдрома Стивенса-Джонсона и Лаэла, основываясь на типе первичных поражений кожи и их распределения. При синдроме Стивенса-Джонсона характерно развитие распространенных покрово-синюшных пятен за исключением токсического эпидермального некроза без пятен. И также характерно в 90-100% случаев поражение слизистых оболочек ротовой полости, красной каймой губ. И при синдроме Лаэла характерно отслойки эпидермолиза более чем на 30% поверхности тела. В данном случае варианты высыпаний у нашей пациентки. Пациентка 45 лет поступила в плановое рематологическое отделение ККБ номер 52 с жалобами на высыпание на кожу лица, туловища, верхних и нижних конечностей, сопровождающихся зудом, общую слабость головокружения, дискомфорт левого подреберья, миалгия, боль в области левого ахиллого сухожилия, левого тазобитого сустава и сердцебиения. Из анамнеза известно, что в январе 2018 года пациентка отметила периодические боли в коленах, суставах, нарушения периферического зрения по типу мозаики. Позднее отметила сухость носоглотки, эритоматозную сыпь на лице в области брови. В мае 2018 года амбулаторно-обследованную рематологу, зафиксированные эритемы лица в виде бабочки, снижение массы тела на 3 кг за 3 месяца. Была направлена госпитализация в рематологическое отделение, в стационаре установлены на основании диагностических критерий, установлен диагноз системная красная волчанка высокой степени активности. Индекс следа им соответствовал 14 баллов. Была проведена терапия, пульс терапия метилпреднизолоном суммарно в дозе 3500 мг. Также была однократно проведена инфузия циклофосфана в дозе 1000 мг. И инфузия ритуксимаб в дозе 1000 мг. Также назначен гидроксихлорохин. Амбулатор на пациентке назначен метилпреднизолон в дозе 24 мг в сутки и гидроксихлорохин в дозе 200 мг в сутки. В июне 2018 года ей проведено плановое циклическое введение циклофосфана второе. Однократно, через 10 дней, отметив появление сливных, пятнистококулезных, мишенеподобных высыпаний на кожу лица, туловища и бедра, которые мы видели ранее, и она была госпитализирована плановым КБ номер 52. Ее состояние было расценено как токсико-аллергическая реакция, назначена антигистамина и тезонтоксикационная терапия. На фоне этой терапии новых высыпаний не отмечалось, отмечался ребресс старых высыпаний. Но на 9-й койко-день у пациентки отметилось развитие периодбитального отека левого глаза, отметились новые высыпания и выраженный кожный зуд. По данным обследований выявлен впервые лейкоцитоз до 17,6 тысяч с нейтрофильным сдвигом, эузинофилия, увеличение циреактивного белка до 12 мг на литр и снижение уровня иммуноглобулина G. Она была консультирована аллергологом и дерматологом. Состояние расцелено как многоформная эксцидативная ритема и был проведен однократный сеанс гемоабсорбции и плазмофереза. На следующий день отметилось усиление высыпаний, появление пузырей с мутным содержимым, повышение температуры тела до 38,1 градусов, лейкоцитоз увеличился до 23 тысяч, и циреактивный белок увеличился до 36 мг на литр. Это было расцелено как присоединение вторичного инфицирования кожных покровов и назначено терапией к лендомицинам и леофлоксоцинам. Соответственно, то, что мы видели у нее на 10-й койко-день. На фоне этой терапии отмечалось снижение температуры тела до субфибрилитета, рекресс кожных высыпаний и выражено на месте старых элементов появление крупопластинчатого выраженного шелушения. Через 5 дней наша антибактериальная терапия отметилась появление новых аритоматозных высыпаний, повышение температуры тела до 38,6 градусов, лейкоцитоз опять увеличился до 17 тысяч, циреактивный белок увеличился до 74 мг на литр. Была проведена смена антибактериальной терапии на цифрах локсоцин 500 мг в 2 раза. Пациентка была переведена в аллергологическое отделение. В дальнейшем ей проводились двукратные сеансы плазмофереза, однократно была проведена пульсотерапия метилпреднизолоном, на фоне чего отмечался рецидив высыпаний без генерализации процесса и системной воспалительной реакции. В дальнейшем ретроспективно пациентка нами наблюдается. Она еще раз в декабре 2018 года была госпитализирована в риматологическое отделение, где в связи с активностью кожного процесса ей повторно провели инфузию циклофосфана в дозе 600 мг на тревенно-капельной. И однократно метилпреднизолом 250 мг. На третьи сутки произошел рецидив ретоматозных высыпаний по типу многофорной и седативной ретемы. Пациентки полностью отменили все препараты. Была проведена биопсим, рафологическая картина была неспецифична в свидетельстве о хроническом воспалении. Назначен был метилпреднизолом в дозе 20 мг в сутки и антигистаминные препараты. На этом фоне в течение месяца произошел полный регресс кожных высыпаний, больше таких высыпаний не наблюдалось. Соответственно, частота развития нежелательных реакций на фоне терапии ретоксима в больных системных растополученков исследований относительно высока. Это 18,6 соток. Чаще это ангионевротические оттеки, кожный зуб и уртикарные высыпания. Тяжелые инфузионные реакции развиваются у 5% больных. Частота развития нежелательных реакций на фоне комбинированной терапии ретоксима с циклофосфаном еще не исследовалась. И, соответственно, особенности нашего клинического случая это фоновые аутоиммунные заболевания. Это комбинированная терапия и циклофосфаном, и ретоксима, в том числе неоднократное введение циклофосфана и присоединение вторичных кожных инфекций. Спасибо за внимание. Спасибо.